Всем привет, мои хорошие! Доброе утречко! А у нас оно сегодня, ну никак не добренькое. Вы знаете, только что парковала 30 минут машину. Вот именно на святую неделю это очень большая проблема. Ребятки, у кого машина, пожалуйста, обращайте внимание на знаки. Потому что знаки будут расставлены, как говорится, из-за того, что будут шествия в разных местах. И получается, если вы просто его не заметите, приедут и заберут, это будет, конечно... Паркуйте хорошо! Потому что из-за шествия, ребята, очень мало парковок. Так что лучше не спешите, припаркуйтесь, потому что штрафы нам не нужны, правда. Боже, какая сегодня холодина! Ох! Я вон из-за угла спряталась, чтобы вам не задувало. Видели, какое море, а? Ребятки, если я выйду сейчас за угол, то меня точно, наверное, задувит. Сейчас я вам покажу, какой штормяка сейчас, а? Какой красивый штормяка! И, пожалуйста, мне нужна будет ваша помощь. На этой неделе очень много будет шествий. И я хотела бы узнать, понравилось вам, нравится ли вам эти шествия, показывать или нет. Потому что для меня это очень проблематично. В плане, музыка постоянно банит. Эти нарезки, они очень, как говорится, ну, понимаете, из-за музыки. Просто без музыки ставить, это не то. Пожалуйста, буду очень благодарна, если напишите мне, понравилось вам или нет именно эти шествия. Тарараратаратара, ну, заценяйте, ну, как вам, ну, как вам пейзаж. Какое морюшка обиженная, а? Какое морюшка сегодня, а? Потому что я прошла этот проход, меня чуть не сдула. и мои хорошие короче ветер немножко прохладненько но я все-таки спустилась вечером сейчас показать вам на наше нашей зоне процессия начинается короче просто съем из по нашему слышите уже музыку да сейчас пойдем быстренько посмотрим как это сегодня у нас воскресенье святое воскресенье когда начинается святая неделя пошлите покажу что я смогу но сразу предупреждаю музыку будет кусочками потому что музыку нельзя заставлять ради вас спустилась именно у начала 11 ребятки ради вас мои хорошие гляньте какой холод и сколько людей я говоря не знаю что я смогу увидеть да по крайней мере покажу что увижу они наверняка будут заходить час цель это представьте только начинается я просто не выстою ребята ужасный ветер и холод а но вы представить не можете как для них это очень важно что перестал идти дождь это самое главное представьте год ждут целый сейчас будем смотреть паспорт боже какая красота вы только посмотрите а какая красота так танцует Сейчас я буду разворачивать. Я буду разворачивать. Я буду разворачивать. Сейчас закончится мисс, ее внесли из святого и потом будет опять выходить с него после миссы, благословить. И вот так начинается святая неделя на протяжении недели. Мы будем видеть это такое зрелище. Ребята, вы себе представить не можете. Они целый год готовятся к этому шествию. И сказали, что на этой неделе будет дождь. Сегодня, конечно, был дождь, но в такие моменты для них это самое важное, потому что все эти приготовления, все эти фигурки, они делают все своими руками. Они собирают специальные группы людей, деньги собирают для того, чтобы это шествие существовало. Это традиция. И когда готовятся к этому целый год, представьте, из-за дождя, потому что это все эти перья, все это мочится, статуя. Люди некоторые даже делают донаты своих настоящих волос, свое золото для того, чтобы... Ну, это католики, ребят, это католики. И эта статуя весит больше тонны, может быть, представьте. Иногда для того, чтобы внести ее именно в саму церковь, они становятся на колени. Ну, до своего рода... Для того, чтобы ее внести, хотела еще добавить, они тренируются на протяжении года. И не просто кого-то берут в эти группы. И тогда еще нужно быть хорошим человеком, чтобы именно нести святого. Не просто какой-либо человек может зайти в эту группу, чтобы вы знали. Я уже не говорю о бешеных деньгах, какие они тратят именно на наряды, на традиции, ну и т.д. и т.п., ребят. Вот вам католическая святая неделя. У каждой зоны города есть своя, ну, такая пеня называется. И у нее свое название, свой святой. И это все скульптурки из Библии. Каждый представляет свою скульптуру. Потом они встречаются. Они будут всю ночь ходить по городу вот этими шествиями. И именно католики, верующие, идут за ней следом. Таким образом они вот демонстрируют свою веру. И когда они начинают танцевать в Пасадобль, вот именно на плечах с этой фигурой, которая весит больше тонн, это, конечно, это арты. Арты это обозначает, ну, по-нашему, искусство. Но погодка нам сегодня не помогает. Резкие похолодания, холод. И там еще одно, вот еще одно несут святую, товарищи. Я не знаю, будет ли видно ее. Они встречаются все здесь. Это, чтобы вы понимали, занеслись распятия Иисуса Христа, а теперь заносят Марию. Это Дева Мария получается. Вы поняли, да? Они встречаются в церкви. И вот так начинается святая неделя. Эти две фигуры сейчас заносят туда, на Миссу. Кстати, такое это Пашубла. Смотрите, как она танцует. Ребята, представьте, начинается гром. Только что такие молнии были, прямо когда заносили святую. Не дай бог сейчас пойдет дождь. Представьте, весь праздник закончится. Видели, да? Ветер задувает все свечи. Сейчас поджигают опять свечи заново. Все. Все из-за ветра. Боже, слышите, какой гром только что был? Наверное, все-таки праздники спортят. Очень-очень жаль, потому что это такое зрелище. Ветер задувает все святую. Молодцы. Ну что, мои хорошие, если понравилось, я надеюсь, я заслужила ваши лайки. Правда? Сейчас все люди инкорпорируются в другую улицу. Сейчас переходят все на другую улицу, чтобы увидеть всю эту красоту, когда будет это все выносить. Но это уже после миссы. И я сегодня уже просто устала. А люди будут праздновать до трех часов утра. Потому что сегодня первый день. Представьте, ребятки. А мне завтра на работку. Так что, простите, но мы еще увидим, а побольше. Подравилось вам? Напишите ваше мнение, что вам понравилось. Знаете, очень жаль, потому что и правда люди к этому очень долго готовятся. И если сейчас не смогут вынести святого, то на этом празднике закончатся. Представьте, а? Вот такие вот испанские праздники. Святая неделя. И самое прикольное, понимаете, да? Что я вот это через балкон это все буду слышать. Всю ночь. Праздники начинаются, ребятки. У нас концерты и оркестры будут здесь всю ночь. А потом еще люди будут гулять. Такая молния только что была. Аж... Слышите, как гремит? Вот это ливеняка сейчас будет. А сколько людей на улице. Это кошмар. Такое ощущение, что сейчас день, а? Говорят, что когда ждешь гром, нужно посчитать до 14 или 13. Как правильно, ребята? И молния повторяется. Вот сижу, считаю. Ой, гремит я. Все, уже начинает падать дождик. Так что надо текать. А теперь бегом домой, потому что начинается ливеняка. 5 секунд, вы только посмотрите, что творится. Как жалко. Наломали бедную процессию. Как жаль людей. Слышите процессии, да? Через окошко, как мне слышно. Вот так вот вам. Боже, цветочки бедненькие. Забрызганные водичкой. Вот так вот мы спим. Хорошо, хоть холодно. Так, но закрываю. Ребят, сегодня решила лечь пораньше спать. И вы слышите, да? Как тут заснуть, а? Стены дрожат, блин. Процессия опять идет под окнами. Так самое интересное, понимаете, что процессия идет одна за одной. Один оркестр проходит, и ее следующая другая. И вот так вот всю ночь. Ну как всю ночь? Ну, поздно, поздно, да. Я вроде бы так уже начала дремать, и прошел оркестр. И я как подпрыгнула. Все, сон прошел опять. Субтитры сделал DimaTorzok